Приветствую вас. Да, я, пожалуй, соглашусь с твоими коллегами в том, что реакция это нормальная, потому что 10 лет это срок довольно большой. И очевидно совершенно, что ваши привычки, ваши чувства, эмоции, все это было подогнано под определенную схему, которая формировалась мужчиной. И, собственно говоря, по которой вы привыкли жить. И сейчас, когда вы ушли, вся привычная модель, вся привычная схема, она разрушилась. И вы не знаете, как дальше жить. И сон, по большому счету, это действительно избавление. Это избавление, потому что нету каких-то когнитивных карт у вас, которые бы могли помочь вам что-то делать, реализовывать как-то что-то и вообще иметь свою собственную границу личного пространства. То есть, иметь что-то свое, иметь что-то принадлежащее только вам и никому больше. Это некая такая автономность возможна. И если мы говорим про автономность, то именно с нее и стоит начать. Где вы, где ваше желание, чего вы хотите, как вы к себе относитесь, принимаете ли вы себя, не принимаете ли вы себя. Если не принимаете себя, то почему, в чем, где, как. Если принимаете себя, то, соответственно, опять же, где, в чем и как. То есть, первое, это принятие себя. Вы в полном ужасе по удрам, потому что все это время вы ищили с человеком. Но вы не жили с собой. Наедине с собой вы сейчас остались. Ну, это я так, условно говорю. Я так говорю. И все. И уходите в сны. Потому что наедине с собой вам невыносимо находиться. Это является проблемой. И это то, что сподвигло вас как раз на вовлечение себя в эмоциональную зависимость. В любовную зависимость. Это то, что повлияло на вас при идеализации человека. Например. То есть, вы идеализировали человека, молодого человека своего. Именно по этой причине. Что раз я не принимаю себя, то нужен кто-то, кто принял бы меня. И, соответственно, если есть кто-то, кто меня примет. Если есть кто-то, кто меня, например, поймет, допустим. Или что-то в этом роде. То я буду чувствовать себя гораздо лучше. То есть, это и есть идеализация. И мужчина, который вами манипулировал, он это тоже понял. Как и вы. Он понял, что вам нужна некая внешняя сила для того, чтобы, ну, возможно, чтобы принимать себя, чтобы понимать себя, чтобы находиться хоть в какой-то гармонии с собой. И он вам это дал, благополучно. То есть, то, в чем вы нуждались, то он вам и дал. Вот. То есть, то есть, здесь тонкость вся, она именно в том, чтобы вы заново учились жить. Может быть, даже не учились жить. Не заново, а просто учились. Потому что, может быть, вы и не умели никогда жить самостоятельно. Потому что любовная зависимость – это потребность в человеке. в человеке. То есть, это болезненно, по-прежнему, в человеке. Это, по-прежнему, в человеке, словно наркотик. Вот. Это невозможность без него быть, жить и так далее. Ну, и вы же согласитесь, что у этого есть причины. И причины у этого всего только одни. Это ваше собственное отношение к самой себе. И вот именно с него нужно начинать. Как это видится на работу? Ваше. Далее. Значит, он был тонким манипулятором. Так. А почему вы позволяли собой манипулировать? Вот. То есть, почему вы, как только поняли, что он вами манипулирует, не ушли, например, от него, не отдали. Ради чего вы терпели 10 лет? Ведь на что-то же, на что-то вы вероятно рассчитывали, я полагаю. Чего-то вы хотели. Знаете, исходить нужно. Вот. Исходить нужно. Из того, чего вы желаете. Исходя из того, что вам нужно. Исходя из того, чего вы хотите. Исходя из того, ради чего все это было. Понимаете? Потому что желания ваши, которые стоят за этим, за вашим поведением, за вашим выбором мужчины, желания. Желания. они нормальны. Они естественны. Это в норме, что вы с таким мужчиной были в отношениях. Знаете, это нормально для вас. Потому что вы чего-то хотели, у вас какие-то желания по-своему были, но как их по-другому реализовать. Вы не знали. Любой человек хочет, например, чтобы его любили. Любой человек хочет, чтобы его оценили. Любой человек хочет, чтобы им дрожили. Любой человек хочет жить полной жизнью и чувствовать себя безопасно. Любой. Но кто-то умеет это делать самостоятельно, а кто-то нет. Кто-то сам себя защищает и заботится о себе, а кто-то нет. И вы из тех, кто сам о себе, видимо, не заботитесь. Почему? Потому что вас не научили родителям это делать. Потому что вы тянетесь к другому человеку, к тому, кто даст вам то, чего вы хотите. И потому что вы неуверенны в себе. Также смотрите, вы говорите, что он был для меня всем, я у него одна, и он всегда был рядом практически 24 на 7. Ну, я не знаю, я не знаю, как вы жили, но это не совсем нормальное отношение, когда люди 24 на 7 вместе, то есть, ну, все-таки надо адаптаваться иногда, чтобы как-то побыть в городе, нас вспомнить, кто мы, кто каждый из вас, если вы в 10 лет были 24 на 7 постоянно, то я полагаю, что это с его стороны что было, сказать не могу, а с вашей стороны потребность раствориться в этом человеке, чтобы он вас заполнил, и тонкость в том, что заполнить нужно себя самой сперва, а уже потом отдавать это другому, а вы вы только брали, он вам давал, вы брали, и поэтому вы стали зависимы, и чтобы от зависимости уйти, нужно выделить, что вы получали, что он вам давал, и соответственно исходя из того, что он вам давал, определить значение этого для вас, исходя из значения выявить желание, и уже желание стараться реализовывать самостоятельно. Это на таком глобальном уровне. Я люблю его, но также у меня есть любовная зависимость видом. Ну, понимаете, говоря о том, что люблю, я бы здесь не торопился бы, потому что люблю, это значит готов отпустить а у вас люблю, это означает, что вы хотите быть с ним и хотите, чтобы он был с вами. Ого. Для вас люблю, это то, что вы в полном ужасе теперь по утрам. То есть вы сами себя куда деть не знаете, но это не любовь. Любить может только тот человек, который сам себя принимает и сам находится в гармонии с собой. Ну, хотя бы непонятно, что не в полной, но хотя бы на каком-то уровне. моменте, понимаете? Вот. Дальше. Значит, далее. Далее идем. Вы пишете что? Что прощали все и все терпели. Соответственно, это означает, что до поры до времени вы с этим мирились, а после перестали. Перестали мириться. Тут тоже нужно уточнить, почему так произошло. То есть, что доставило вас, значит, выйти из этих отношений, что доставило вас все закончить. доставило. То есть, когда и почему вы по сути дела пришли в такую вот точку невозврата, может быть, да, когда поняли, так дальше нельзя. Чем вы руководствовались, когда завершали эти отношения, вот, и так далее. об этом тоже нужно вспомнить, об этом тоже нужно подумать. вот. Значит, так, я не понимаю, где я, как будто меня похитили, и пока я спала, я не осознавал этого, когда проснулась, вернулась в ужас реальности. А почему ужас реальности? Вот, чего вам конкретно не хватает, именно вам? Вот, чего не хватает? О, факт. Почему реальность представляет для вас ужас? Откуда этот ужас взялся? Почему именно ужас? почему реальность сама по себе вам кажется ужасной? Уж не из-за того, что вы ее, например, слишком сильно идеализируете, может быть, или слишком сильно наоборот обесцениваете? А если так, то кто и почему научил вас так делать? Да. понимаете? Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, это то, что вам, ну, то же, о чем вам стоит подумать. Вот. Это то, о чем вам стоит размышлять. почему реальность вам кажется ужасной? Я была с ним более десяти лет, почти не расставаясь. Теперь его нет рядом. Меня реально окутывает каким-то ужасом. А из-за чего атака? Вот конкретно чего боитесь? Подумайте. ужасом по поводу чего? Как дальше жить? Что дальше делать? Ну, так далее, так далее. Возможно, возможно, так. Возможно. Но, смотрите, вы уже сделали первый шаг. вы ушли от этого человека, значит, что-то у вас внутри бунтовалось против этого. Когда вы сказали себе «Нет, все, хватит, я уйду». Это первый шаг. И к себе нужно прислушиваться. Вы прислушивались к себе, к тому, с чего вы хотите, вы прислушивались к себе. и вы это получили к большому счету. Вот. И так же, так же, в принципе, работает и за самостоятельным. Просто нужно научиться прислушиваться к себе. Нужно научиться доверять себе, именно себе. Не другим людям в контексте себя, да, а именно себе. Понимаете? Вот. и своим желаниям. А если вы не доверяете себе, то есть сомневаетесь в своих желаниях, в том, чего вы хотите, то, соответственно, есть некие блоки, которые заставляют вас это делать. И, соответственно, эти блоки нуждаются в том, чтобы их разобрать. Далее. так, не могу ни с кем общаться, более 10 минут, мне неинтересно. Люди кажутся либо глупыми, либо просто неинтересными. Никто меня не интересует и не радует. А почему кто? То есть у вас все завязано на людях. Понимаете, вам нужно постараться сделать так, чтобы вам было интересно с собой, гармонично с собой. Для этого, помимо того, что уже было скатерно, необходимо, чтобы вы свои базовые потребности удовлетворили. Первая базовая потребность это потребность безопасности, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Это одна из главных потребностей вообще. То есть если вы не будете чувствовать себя в безопасности, то вам будет тяжело и от любого человека в принципе вы будете впадать в зависимость, ну просто потому, что он вам всегда будет давать что-то такое, в чем вы будете нуждаться и в том, в чем вы не сможете удовлетворить сами себя. потребность безопасности удовлетворяется несколькими способами. Первый способ это контроль, что и делал ваш мужчина. То есть его манипулирование вами, его попытка привязать вас к себе. это по большому счету и есть его собственное стремление к контролю. То есть это такой контроль со знаком минус. Иногда, иногда безопасность реализуют как вы. То есть через полное подчинение человеку. Бывает и такой выбор. И вы знаете, здесь в этом выборе также действует в ущерб, потому что в случае контроля человек попадает в зависимость от него, ну, от этого контроля. В случае вот именно негативного удовлетворения этого желания. подчинения человеку также происходит подобная история. То есть человек также впадает в зависимость от своего способа удовлетворения потребностей в безопасности. и соответственно только следование правилам, а это личные границы, можно не зависеть ни от кого. Личные границы это ваше представление о том что вам во вред ну в контексте людей что вам во вред а что на полу что для вас со знаком плюс что для вас со знаком минус. То есть ну какие-то какие-то ситуации может быть какие-то события в вашей жизни ну и так далее. Вы понимаете? То есть тонкость здесь в том чтобы выявить вот эти аспекты только здесь в том чтобы понять что для вас именно именно для вас является пользой а что является соответственно вредом. пользой почему так происходит. И соответственно вред и пользу можно исключить можно убрать вред точнее только вред можно убрать пользу пользу стремиться нас и тогда вы будете сами представлять из себя завершенную экосистему которой вы и являетесь но просто забыли об этом забыли о том что вы из себя представляете. дальше после безопасности идет значимость и потребность в любви но об этом уже можно будет разговаривать в дальнейшем. Так что вот так я думаю можно вам ответить на ваш вопрос реакция более чем нормальная более чем адекватная у вас сейчас вот потому что организм в том числе и организм в том числе и сознание сейчас переживают далеко не самое лучшее время и нужно время для того чтобы вы адаптировались вот и здесь я рекомендую вам ну может быть да первое время действительно спать вот а дальше в дальнейшем лучше будет если вы будете себя чем-то занимать как можно больше уставать как можно больше получать новых впечатлений именно ну для себя и тем самым вы будете все более и более приспосабливаться к жизни новой и в какой-то момент почувствуете себя совершенно свободно в этой новой жизни и реальность перестанет вам казаться какой-то ужасной и так далее потому что сейчас ну сейчас вы напоминаете ребенка ребенка который не привык жить сам который не привык брать ответственность за себя в жизни и этого ребенка вот мы просто взяли и выбросили в реальный мир да если как бы в норме ребенка берут родители они воспитывают одевают заботятся о нем как бы следят за его взрослением и обучением и прочее 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 в норме то у вас видимо этот процесс оказался нарушен где-то и от родителей выяснилось что-то недополучили вполне возможно что речь идет об обидах об обидах вполне возможно что речь идет об ожидании вполне возможно что речь идет может быть даже о комплексах ваших это все возможно но это все нужно разбирать потому что то что вы описываете это всего лишь следствие это всего лишь следствие и результат того пути по которому вы начали идти вот вот так все решаемо все можно избавить главное чтобы вы этого хотели вот поэтому сейчас отдохните немножко прогрессируйте поплачьте поспите вот сколько чувствовать вам нужно это сделать рано или поздно ужас он перестанет быть ужасом это пройдет это изменится вы все равно придется что-то делать все равно придется какие-то вещи реализовывать вот все это будет просто постепенно вы от себя требуете слишком много на мой взгляд и опять же нужно подумать а кто и почему требует от вас слишком многого потому что на мой взгляд ну неправильно неправильно что вы требуете от себя сейчас уже чего-то такого конкретного вам нужно отдохнуть вы находились под очень сильным давлением отдохните расслабьтесь ничего не делать придите в себя позвольте вашим желаниям печь но отличайте желания и объекты желания когда вы говорите что я хочу например быть этим человеком да то соответственно нужно понимание для чего потому что мне хорошо с ним или потому что я хочу для него что-то сделать а если я хочу для него что-то сделать то нужно ли это им понимать то есть это такой вот довольно важный момент слушайте свои желания прислушайте с ним наберегите их чего вы хотите а после уже с этим можно обратиться к психологу чтобы правильно их идентифицировать интерпретировать и правильно реализовать но так чтобы без вреда вам потому что вот то что вы делали это в принципе нормально а вот это было с вредом для вас а вот как это сделать чтобы не было вреда да подумайте подумайте на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи до новых Продолжение следует...